Михаил Моглов, журналист, расследователь, Вильнис. Михаил, рады видеть в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, ну а как бы вы описали вот ту изоляцию, в которой сейчас оказался Путин, да, по итогам и санкций, ну и в целом цивилизованный мир сейчас, ну, смотрит на современную Российскую Федерацию, которую возглавляет, по сути, диктатор Владимир Путин, да, не как там, мягко говоря, равноценного партнера, а то государство, которое является, ну, причиной большинства современных, бед в международной политике. Ну, если говорить о нарушении международного права, то, наверное, Российская Федерация, ну, будет одна из первых, кто, в числе тех, кто идет вот на это нарушение. Но если мы говорим об изоляции, да, Владимира Путина, то какие у него еще пока остаются определенные выходы в мир? Ну, стоит сказать, что Владимир Путин не только Россию привел в изоляцию, он, в общем-то, и сам уже несколько лет довольно плотно изолируется. И началось это даже не в феврале 22-го года, а с ковидом, который, в общем-то, может быть, удачно, может быть, это было как раз в том числе следствием. Но так как Владимир Путин от вируса довольно плотно прятался, он, мы подозреваем, в целом, что привык к этому состоянию. И, как мы видим по нашему исследованию, он, с одной стороны, буквально изолируется не только от населения, но и от какого-то еще недавнего своего ближайшего окружения. Но если раньше он хотя бы в одном кабинете с министрами встречался, то теперь он, в общем-то, вещает только с экранов. Но и в целом это удобно, потому что подобные мероприятия записываются, в том числе заранее мы видим довольно много консервов. Кажется, с одной стороны, ему комфортно в этой изоляции, в том числе международной, потому что это один из способов поддержания своей власти. А с другой стороны, кажется, что он устал, в принципе, от людей. И встречается с ними все меньше и меньше. А вы думаете, Михаил, что просто, ну вот, ноша его такая, что он бы не хотел бы выходить, он не хотел бы встречаться. Но мы же видим эти радушные встречи там с избирателями, когда он там посещает там разные, ну, не государства, да, субъекты Российской Федерации, соответственно. Да, по-моему, где он там был, там, то ли в Дагестане, по-моему, да, вот был один из последних визитов. В Тербенте, да. Да-да-да, вот, он планирует прямую линию, а вы говорите о том, что он бы не хотел бы, вот если бы его не трогали. Ну, смотрите, да. Вот было бы все. Да-да-да, прошу. Насколько я помню, в прошлом году не было никакой прямой линии, вообще он регулярно выступал. Ну, я говорю об этой, да, ну, выборы, выборы все-таки. Всевдо-всевдо. Ну, давайте, конечно, Владимир Путин и больше других знает, что у него не существует никаких избирателей, кроме наемного, может быть, чиновничества, ну, и то, как правило, сгоняемого на избирательные участки из-под палки. Поэтому можно забыть выборы в том понимании, в котором мы знаем эту процедуру или избирательную кампанию. Никакая избирательная кампания ему уже давным-давно не нужна. Поэтому, но при этом, да, требуются периодически какие-то выходы. Но здесь важно понимать еще, что с тем же Дербентом Путин приехал, там, в Дагестан, там собрались местные элиты. Рядом с ним был Сулейман Керимов, которого буквально спасли из французской тюрьмы и эвакуировали из-под уголовного дела в Россию. Местные элиты заинтересованы показать, как народ любит царя. Ну, а царю иногда, в общем-то, приходится встречаться с народом. Поэтому, не знаю, если честно, у меня довольно скептическое отношение. Кажется, дедушка в целом устал от своей роли, но, с другой стороны, он сам себя загнал в это состояние, куда ему теперь деваться. Да, и то, что он говорит даже на тех минимальных, да, по количеству встречах. Вот эта встреча в Центре знаний Машук Пятигорский, да, и вот этот вопрос в отношении... Нормальный эмоциональный, в принципе, вопрос, что вам там запомнилось из детства, там, или вот этот ответ... Сейчас мы на фрайды перейдем, чувствую. Да, где попросили поделиться о воспоминаниях из детства, подробности. Ну, и вот это вот воспоминание там об угле и так далее, как мама поставила. И я, насколько понимаю, что он хотел этим сказать, я не очень понимаю, но для себя тоже вывод определённый сделал. Потому что он потом говорит, что мама там долго ходила, а потом меня долго целовала. То есть мне такое впечатление показалось, что даже понимая, что я виновен, но мама долго не могла этого всего выдержать, и она меня взяла на руки и начала целовать, обнимать и так далее. Ну, удивительные какие-то такие вещи озвучивает, кто-то его и слушает в этом контексте. Я так понимаю, если подсобрать вот такие вот детали, они тоже о многом говорят. Ну, кто-то может, да, вот я некоторое мнение читала, что вот отвечая так на этот вопрос, Путин хочет показаться, что я такой же, как вы, и вас в угол ставят и так далее. Там часть молодого было всё-таки поколение. Ну, не знаю, мне кажется, это как-то удивительно выглядит. Михаил, вот исходя из работы, которую вы, как журналист-расследователь, тоже провели, из последних этих заявлений, вот вы просто только что несколько таких мнений высказали. Мой коллега Юрий Кулинич говорит, что сейчас мы тут до Фрейда дойдём. Да, я думаю, что до ручки мы скоро дойдём, ну, как бы это ни звучало, но некоторые уже дошли. Вот что всё-таки, по вашему мнению, с Путиным на самом деле? Ну, я вам не отвечу на этот вопрос. Исходя, как вы задавали, тут надо, в общем-то, обращаться к специалистам, не знаю, специалистам, которые сильны в детской психологии, взрослой психологии, и вообще бы хорошо бы в обсуждаемой нами персоне, сказать, нагрянуть к психотерапевту и поговорить о своих проблемах. Я же всё-таки журналист, причём журналист-расследователь, и в целом мы работаем с фактами, поэтому тут я не прокомментирую. Ну, то есть, надо понимать, наш материал, он, в общем-то, о том, что... Ну, то есть, он о фактах, то, что мы видим, да, мы видим, как Путин с кем встречается, объяснить на самом деле мы не можем. И, кажется, он сам не может себе это объяснить. Хотя мы не знаем, может быть, мы не видим просто некого замысла по этому поводу. Но тут важно понимать, что, например, собеседники моих коллег, которые работают в путинском пуле, сопровождающих медиа сотрудников его, а некоторые из них, например, искренне верят вот в версию, так скажем, в концепцию, которую предложил Соловей о том, что у Путина, значит, действуютники, потому что они, даже люди, которые регулярно съездят, так или иначе освещают его деятельность, они не видят в этом никакой логики. Когда нет какой-то логики, то люди, в общем-то, начинают продумывать или представлять самые всевозможные конструкции. И наша задача в рамках этого материала была, в общем-то, вообще попытаться понять, что происходит. Но единственное, как бы точно к чему мы приходим, это Путин, в общем-то, а, не любит работать, скажем так, даже то, что он делал раньше, б, он, в общем-то, не очень-то любит людей и старается при удобном случае от них дистанцироваться, когда это не требуется для пиара. Михаил, тогда для чего ему вот эта так называемая прямая линия с российским народом? Просто выбора нет, да, вот к этому его подводят, потому что, ну как же, ты же вот идешь и вот надо, наверное, пообщаться. Вот как вы на это смотрите? Ну, это, 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 я думаю, что это примерно такие же элементы, как выход к людям, так скажем, в народ, потому что на протяжении несколько лет Путин, по-моему, если не ошибаюсь, не проводил эти линии, у него там были разные, разные форматы. Сейчас, так скажем, началась избирательная кампания, но я напомню, никаких избирателей там, в общем-то, нет и процедуры выборов нет. Но, тем не менее, в этом-то и заключается задача в рамках этой кампании сделать, в общем-то, видимость, показать, что народ любит президента, народ голосует, им, народу важно, что он скажет, у народа есть вопросы, да, и мы в целом, как бы, знаем, как эти вопросы тоже очень часто из-под палки записываются и выбираются самые безопасные, и в целом это такие пассы, подготовленные для Владимира Путина. Поэтому это, в целом, часть, часть кампании, часть пиар-кампании по созданию видимости выборов. Абсолютно неудивленный, сейчас как раз самый подходящий для этого момент. А, Михаил, давайте, знаете, вот вы вспомнили профессора Соловя, который там, ну, отличился очередным заявлением о состоянии Владимира Путина, точнее, о отсутствии любого физического состояния Владимира Путина. Вот далее я хотел бы с вами даже не развить эту историю, но просто вот, чтобы вы поделились своим мнением и дали свои оценки, да, как журналисты, как расследователи разных историй, да, а истории с Путиным связаны очень-очень интересные бывают. Так вот, на псевдовыборах президента Российской Федерации будет баллотироваться, да, фиксируем не сам Путин, а его двойник. А в кулуарах, как отмечается его, еще называют Васильевич. Такое мнение высказал кандидат психологических наук, полиграфолог Дмитрий Попов. По его словам, настоящий глава Кремля страдает социопатией, и ему в последнее время очень сложно находиться на людях. К тому же у него серьезные проблемы со здоровьем. Попов предполагает, что сам Путин в последний раз появлялся перед камерой еще в сентябре. Давайте услышим эту позицию и продолжим беседу. У него есть определенные проблемы с умственной деятельностью. То есть ему очень тяжело работать президентом Российской Федерации. Это видно даже на камеры. Но сейчас будет выбираться именно двойник, а не сам обладатель колец. Я бункерного варианта, то есть оригинального, не видел с сентября этого года, со встречи с Эрдоганом. После этого был двойник. На видео, где кто-то из так называемой ДНР разговаривал с Путиным и уговаривал его идти в президенты, это тоже двойник. В России его называют Василич. Там есть определенная история, когда патриарх Кирилл с трибуны почему-то назвал Путина Василичем. Относительно него я не могу сказать, что этот человек каким-то образом отличается психически или физически. Это человек, отвечающий даже не 71 году, а 60+. Это человек младше оригинального Путина. Дмитрий Попов, кандидат психологических наук, полиграфолог, в эфире марафона «Едыни-Новыны». Михаил, ну как вам предположение, что на самом деле там сейчас у власти не Владимир Владимирович, а, возможно, Владимир Васильевич там на самом деле сейчас рулит определенными процессами и выходит к народу? Вы знаете, я не очень знаю, кто такой Дмитрий Попов и является ли полиграфия, а работать с полиграфом-наукой. Он еще психоаналитик и физиогномист, вот мы еще добавили. Хорошо, это добавляет аргументации. Важно понимать, по состоянию здоровья, еще в апреле 22 года наше издание как раз делало материал о, опять же, Владимире Путине, о том, как целые делегации врачей его на протяжении долгих лет сопровождают. Именно мы сообщали о онкологе, который как минимум в 2019 году вместе с ним ездил, и там были маршруты целых бригад, в том числе в свежем материале. У нас есть фотография, где там и врач скорой помощи, и невролог, кажется, его сопровождают. С точки зрения состояния здоровья, ну, в общем, Владимир Путин уже давно не, что называется, к нему в одно время прилипло, а молодой президент. Вот тогда это было на фоне Ельцина. Что касается Васильича, ну, тут хочется напомнить еще до всех концепций даже о существовании двойников. В одном из расследований Владимир Путин действительно фигурировал, например, под именем Михаил Иванович, когда его друзья-бандиты обсуждали между собой, кому сколько распределять денег. Что касается возможных двойников, но тут могу сказать лишь на фоне слухов, мы тоже изучали этот вопрос. Эта теория никоим образом не подтверждается. К сожалению, тот Путин, который избрался главой Российской Федерации в 2000 году, который убивает своих оппонентов, который развязывает войны, именно этот человек до сих пор возглавляет Россию и сейчас хочет продлить еще свой срок пребывания. Другое дело, что есть закрытость информации, в условиях закрытости информации развитие всевозможных конспирологических теорий как раз позволяет это делать, потому что власть сама по себе не становится прозрачной, ну а некоторые люди в том числе пытаются хаотичные, нелогичные поступки отобразить хоть в какой-то минимальной логике. Именно поэтому подобные теории и другие конспирологические теории, я уверен, что в ближайшее время и дальше будут развиваться, потому что сам Владимир Путин становится все более закрытым даже для своего окружения. Так, Михаил, смотрите, тут может все и сойтись, потому что я уже, ну вот просто не припомню, это было какое-то западное издание, ну не таблоид, но вот то, которому мог бы ты доверять, да, и там они анализировали разную информацию о состоянии Путина, да, вот возможно подходили, как и вы, да, с определенным интересом, чтобы понять, есть ли основания какие-то думать, что вот действительно, что он сам бункерный где-то вот там на полочках холодильники на Валдае находится, да, а другие там выполняют его роль. И там они делали определенные предположения. А оно в том, что если Путин абсолютно всю историю завел на себя, и именно его персона гарантирует заинтересованным кругам благосостояние, безопасность, гарантии семьям, то вся клика, которая его окружает, будет заинтересована в том, что даже если Путин, ну, допустим, да, вот просто ушел из жизни, умер, что-то случилось, все мы не вечны, то вся клика будет заинтересована в том, чтобы как можно дальше, да, изображать, что царь настоящий. Да, как вы смотрите на такое предположение? Я ничего не могу прокомментировать по этому поводу. Могу лишь еще рассказать, что версия о том, что есть двойники, и это не тот человек, никоим образом не подтверждаются. Дальше мы можем простраивать разные абсолютно концепции, но факт остается фактом. Это тот же человек, который все это сделал. И если хотите поговорить про его окружение, то оно в целом тоже находится в страхе. Любая критика воспринимается как нападение. Наверное, не стоит рассказывать, чем закончил Евгений Пригожин, хотя, в общем-то, он даже не Путина атаковал. И да, этим людям... Точнее, что касается гарантии, гарантии все сгорели точно в феврале 22-м году. Тут, скорее, можно говорить, что даже, опять же, тоже его окружение, которое ворует, которым он когда-то что-то гарантировал, они тоже находятся в страхе. Михаил, спасибо вам большое за разговор. Но, знаете, вот от вашего проекта хотелось бы, знаете, увидеть, возможно, или же услышать, проанализировать ваш подход в том, а есть ли у Путина двойники. Вот, знаете, поставили бы такое задание. Даже если бы вы просто взяли так и вот эту всю теорию просто в пух и прах бы развеяли, но было бы интересно, вы знаете, пощупать-то материальчики, фактажик посмотреть. Но, возможно, такое еще... Возможно, мои коллеги будут и работать над этой темой. По крайней мере, она лежит, конечно, с одной стороны на поверхности, но для существования темы очень сложно заниматься развееманием конспирологических теорий. Но то они существуют, конспирологические теории, они в людях живут, люди хотят в них верить, и их очень сложно как-то опровергнуть. Но, в целом, мы следим за ситуацией. Издание проекта – одно из медиа, которое много лет изучает и самого Владимира Путина, и его ближайшее окружение, коррупцию, криминал. Будем ждать очередных материалов, очередных расследований. Михаил, спасибо вам за разговор. Благодарим. Михаил Маглов, журналист, расследователь. Вильнюс был с нами на прямой связи.